и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры я не просто так в предыдущем видео ознакомил вас с маленьким фрагментом из видео о баласоняне многие из вас уже успели посмотреть данное видео в котором говорится тире засвидетельствована форме видео присяга части российских войск армянской стороне во время как принято говорить 1 карабахской то есть речь идет о 90 годах почему я говорю что я не просто так ознакомливал вас с данным фрагментом причина крайне банально потому что сегодня кроме того что я наткнулся среди многочисленных ссылок что вы мне прислали на видео касательно баласоняна я к тому же наткнулся на другое видео которое также засвидетельствует признание армян-армянской стороны в том что именно благодаря россии российских войск если быть точнее армении удалось оккупировать азербайджанские земли и 30 лет их так или иначе удерживать до момента когда россия поменяла свое мировоззрение в отношении армянской стороны и решила отказаться вмешиваться в устремление азербайджана восстановить свою целостность вот это самое видео срочно армения требует вывода российских войск из своей территории несмотря опять таки действительно на осознание армянской стороны чуть позже вы это услышите непосредственно видно с видео загруженного на армянский канал в том что без россии армения не смогла бы у не оккупировать не удерживать азербайджанские земли тем не менее а в дальнейшем армянство было бы не армянство если бы не стала бы врать тире искажать факты она стала говорить о том что азербайджан проиграл первую карабахскую из-за противостояния кремля и эльчебе а выиграл азербайджан войну из-за того что то же самое напряжение возникло между нынешним кремлем и пашиняном как премьер-министром армении давайте вначале послушаем а потом я отвечу на ту ересь которой армянство все-таки старается прикрыть пятую точку свою пятую точку давайте послушаем ереване уже вполне громко и публично говорят о давлении которое россия оказывает на армению премьер-министр страны никол пашинян недавно отказавшийся подписывать итоговый документ прошедшего в армянской столице саммита о дкб заявил президенту россии владимиру путину что российские миротворцы не справляются со своими функциями но ничего удивительного в этом нет успех азербайджана во второй карабахской войне как правило объясняют лучшей подготовкой к войне и современной технической оснащенностью с этим трудно не согласиться однако главный секрет успеха азербайджана связан с уверенностью армянского руководства и общества в том что россия не даст армению в обиду в этом и состояла фундаментальная ошибка и отсюда же непонимание того почему так счастливо для армении завершилась первая война в карабахе тогда в москве были заинтересованы в поражении азербайджана прежде всего потому что хотели краха правительства бульфаза и чп и стремились установить контроль над азербайджанскими энергетическими ресурсами но с тех пор многое изменилось режим который установился в азербайджане между прочим именно благодаря поражению в первой карабахской войне режим клановой семейной власти намного ближе и понятнее владимиру путину чем власть которая установилась в армении после победы народного восстания в этой стране и краха пророссийских коррумпированных кланов бывших президентов роберта качеляна и сержа сарксяна поражение армении во второй карабахской войне должно было стать для армян уроком показательной поркой вот что бывает с теми кто не ценит российских ставленников как давайте остановитесь давайте остановимся очень интересная позиция то есть армяне уже официально признают что без россии армения не смогла бы даже попытаться оккупировать миллиметр азербайджанской земли не так ли но дальше вот как раз таки и наступает тот самый момент на который необходимо ответить значит оказывается виной проигрыша азербайджана являлся эльчибей а ведь все дело было не в этом далеко не в этом россия тогда вовсю стала ралось расшатать азербайджан сопутствовала сепаратистским силам или ложным сепаратистским силам среди различных якобы имеющих отношения к представителям азербайджанских народов лиц в кавычках лиц мы же помним непонятные волнения которые были среди талышей среди лесгин спонсируемые именно кремлем тогдашним кремлем это же правда правда также заключается в том что никто не пошел на поводу у тех сил кто старался раскачать страну до были недовольны но раскачать азербайджанский народ не получилось настолько чтобы азербайджан начал скажем так трещать по швам хотя ситуацию раз тогдашняя россия создала крайне тяжелую внутри азербайджана тогда причем уже здесь ильчебей если россия планировала оккупировать весь азербайджан зачем ей менять менять власть когда ей нужен был весь азербайджан через раскалывание его для начала на части во всяком случае кремль старался это сделать то есть момент связанный с заявлениями о бальчебе явно ложный лицемерно ложный теперь в отношении пашиняна что дескать именно из-за пашиняна армия проиграла 44 дневной на самом деле отечественную для любого азербайджанца войну а причем здесь пашинян разве пашинян по всем телеканалам по всем медиа структурам кричал о том что армяне дескать сами без помощи извне оккупировали азербайджанские земли разве это кричал пашинян по моему это кричал качарян и серж а также их окружение это они отталкивали россию не признавая вклад россии в оккупации азербайджанских земель разве нет а разве при пашиняне на территории армии возникли столь раздражающую российскую федерацию биолаборатории разве при пашиняне стала разрастаться американское посольство как на дрожжах разве при пашиняне на территорию армии был перезахоронен целый генерал вермахта дроссман канаян да нет нет дорогие друзья это был качарян и серж так причем же здесь пашинян объясните мне или вы думали что россия на все эти телодвижения на совершаемые армении на протяжении 30 лет будет закрывать глаза и ни разу их не откроет я уж не говорю о том что россия осознала и поняла глубину русофобии в армении нет сейчас армия принимает россиян да это все правда но 30 лет русофобия процветала это и заявление владимира жириновского который засвидетельствовал несмотря на то что являлся армянским лоббистом что именно из армении как из первой из постсоветских республик стали изгонять русскоязычных даже не русских это отсутствие русских школ верней в армении находились до недавнего времени во всяком случае только две русские школы при 102 военной базе и при российском посольстве все неужели россия на все это закрываю должна была все время закрывать глаза нет если армяне заявляли о том что сами могут воевать с азербайджаном и сами могут дойти до баку так зачем россии было посылать своих военных во время 44 дневной войны она и сказала вы сами вот и идите причем здесь пашинян не смешно ли причем здесь ильчебей вдвойне смешно россия просто начинает снимать розовые очки которые очень крепко застряли у нее на носу как то так дорогие друзья на этом все завтра вас ждет еще немало интересных видео на канале вашего слуги ставьте лайки либо дизлайки оставляйте комментарии делитесь ссылками в соцсетях тем более немаловажно именно поделиться этим видео с признанием армянского канала что без россии армения ничто так получается не забудьте также пригласить друзья приглашаю друзей на канал не забудьте что им сообщить чтобы они проделали ту же самую в общем-то не продолжительную работу по распространению ссылок на видео вашего слуги это крайне важно также хочу напомнить что под видео кроме тех видео которые мы с вами рассматривали в данном аспекте я также оставлю необходимые данные для спонсорской поддержки канала теперь точно все всегда ваш сейдов камран до свидания до свидания до свидания до свидания